Как познать себя, как истинное я, вне этой иллюзии, не затронутой ничем основы? Бух, тебя завернуло. Брось это дело и сразу это позволишь. Вот ты себе позволишь себе хуйней этой не заниматься. Вот это и будет то самое, что ты хочешь. Кстати, по поводу снов. Подскажите, почему уже несколько месяцев я не вижу снов. Перестал, микродозить, и сны пропали. Они не пропали, тебе кажется. Ты просто их забываешь быстро. Ты всегда сновидишь. Нет времени. Времени нет. И сновидение это тоже процесс генерации ощущения времени. А если ты не сновидишь, у тебя схлопывается этот момент и все. Хотя зачастую люди просто забывают, что сновидели. Нет времени. Сон всегда происходит. Просто качество сна ты переходишь в одно, эмпирическое, проявленное состояние. Уходишь в туманное ощущение опять. Это все время такое перетекание. Просто когда ты попадаешь вот в этот сон, где мы с тобой общаемся по стриму, стриму, он более такой углубленный, проявленный. И здесь время замедляется. Не замедляется или наоборот. Ну, хрен знает. Короче, оно ощутимое становится. Оно прям вот-вот ты чувствуешь его. Вот минута прошла. Три часа. Ты вот зависаешь здесь, такой челаут. И потом... Ты все время перемещаешься в мирах. Одновременно. Перемещение – это всего лишь иллюзия. Это перевод внимания. Но никто его не переводит. Ты всегда был внимания, ну, так скажем, от песочницы. Ты считай, ты каждая песчинка. И вот ты вдруг себя осознаешь одной из этих песчинок по очереди. Вот и возникает время. Но ты всегда эти песчинки одновременно. Так. Смотрю эфир около года, но при просмотре не возникает никаких вопросов. Что это могло бы означать по-вашему? А это не вопрос? Ты хочешь какое-то себе достижение. Это тебя мучает. Боишься в этом признаться? Вот решил таким образом вывернуться. А на самом деле хотел сказать, в чем хочу быть самым уникальным. Что все сказали? Ух ты! И тут ты вдруг вот написал. Никаких вопросов. Что это может знать? А я тебе такой, чувак, ты просветленный. Ты вот просветлял. Вот чего ты хотел услышать. Хочешь быть, как, собственно, любой человек. Это нормально. Это быть человеком. Это значит, вот быть особенным. Особый. От кого? Особый. От чего? То есть, это уже процесс отделения. Это и есть механизм жизни. Особенность. Неповторимость. Уникальность. Непохожесть. Только вы выбираете быть особенностью из-за всякого говна, который вам предлагают. Быть богатым, блядь, самым сильным. Альфа-самцом. Управлять всем. Манипулировать. Еще какая-то хрень. Вот самое говнище, которое, как ветер под раздачу. Вы попадаете все под этот ветер. Говна этого. И вот сидите, пытаетесь обмазаться как можно больше этой вонью. И то это, как бы, ну, это неплохо. Это первое начало. Выбежали в реальность, в жизнь. И побежали навстречу летящему вам говну. Обмазались. Только потом потихонечку начинайте понимать, что это невкусно. Что это воняет. Что это не то, что вообще должно, наверное, быть. Начинаете искать. Начинается путь. То есть, перед тем, как путь начать движение жизни, ну, вот это говно нужно принять. И кто-то должен появиться, сказать, что вот оно вот так вот. И вы такие, ой, действительно. То есть, вот для этого и происходит наш диалог. Чтобы мы вот это обнаружили. А не для того, чтобы я вас над вами посмеялся и вас там поунижал. Делюсь этим опытом. Если я его знаю об этом, значит, сам был вымазан этим всем. Возможно, и сейчас. И он все время в говно попадаешь. Оно все становится говном. То есть, как ты это говно распаковываешь. В какой-то момент ты можешь сказать, о, да это не говно. Это дар божий. Ну, какое-то время это будет работать. Это концепция. А потом все-таки ты поймешь, что что-то, блядь, хуйня какую-то заказал. Как в этом анекдоте, да? Поэтому вот оно всегда так будет. Что ты выбрал, вот оно божественное. Вот оно, истина. И оно тебе потом вот так вот таким образом вдруг распаковывается. Что нихуя это не истина, говнище, блядь. Типа, не ты вынужден это слить в унитаз. Так, мы засиделись. Давайте последний вопрос. Внутреннее и внешнее часто не сходятся. Я же тебе про это уже рассказывал. Ты что, не слышишь, может ли? Так, или это старые-старые вопросы. Внутреннее и внешнее, оно нет у тебя ни внутреннего, ни внешнего. Оно все твое. И не твое одновременно. То есть, что ты бредишь. Еще раз говорю, бредить не значит, это значит плохо что-то. Это то, что вот есть всегда, и оно всегда вы будете бредить. Вы просто признаете, это я брежу. Все, что я вот говорю, это бред. И другого нет. Но если вы серьезно начинаете кому-то этот бред навешивать, и человека завлекать в какую-то западню, и он не знает об этом, понимаешь? Как вот наркотики там подмешивать людям. Или там что-то снотворное, чтобы он не знал, чтобы он заснул. Вот гадость такую. Поэтому, когда вы впариваете какую-то идею, и выдавая ее за какую-то истину, вы все равно, что вы наркотики подмешиваете. То есть вы негодяи, и вам за это вернется. И нормально, это тоже вот такой путь. Это тоже вот попасть под этот ветер говнище, чтобы потом понять, что вот так оно работает. Так делать как бы, ну, сделал раз, было хорошо, а второй раз уже тебе вернется. Поэтому помните, что все несерьезно. И что ваше серьезное ебло во время споров и разговоров кому-то, чего-то доказывания, это вот вы вред друг другу приносите. Давно уже пора из этого выбраться. Все споры должны были закончиться в маленьком возрасте, когда вам было по пять лет. Когда вот этот дух противоречия, несогласия и несоответствия, непонимания, он еще вас разрывал изнутри. И вы тогда там отспорили, письки отдергали, отвозмущались, отманипулировались, и дальше вот выходите в жизнь уже там с 15-16 лет вы должны учиться. Ну, это мало у кого. Вообще-то, может быть, сейчас поколение такое возникнет. У меня это началось только в 45. Тоже должно было в 15 начаться. Вот этот опыт радости, опыт секса, опыт взаимодействия, беспечности, безумия, обжиралового какого-то. А ну вот с 15-14 вообще, там с 13-ти должно начаться, и потом вот закончится к 18-ти. И все, и дальше вы начинаете уже интеллигентно себя вести в этом пространстве этой игры. Уже и пробовать различные другие интересные, более осознанные игры. Но не забывать, что это все игра. И никого не надо затягивать к себе. Вы можете просто что-то делать безупречно. Это и будет приглашением к взаимодействию. Это и будет приглашением в ваш мир. Вы не должны вешать никаких welcome и заманивать кого-то ко мне, ко мне навязывать, кому-то подбегать, дергать за рукав. Вот это гадость. Это то, что в детстве должно было закончиться. Просто будьте целостным тем, кем вы считаете приносит вам самодостаточное ощущение себя. И оно к вам притянет людей сразу. Если они вам нужны, много людей, достаточно одного человека близкого, двух-трех понимания со стороны детей, мамы своей, родителей. Вы с этого начните. Покажите им свою целостность, чтобы они не играли больше роль мамочек, учащих своих тупых дебилов детей. Перестаньте быть дебилом для нее. А это значит спорить с ней, а это значит доказывать ей, быть недовольным ей. Вот этим маленьким дебильным мальчиком, которого Луиси Кей бы пинка под зад бы дал, чтобы убил бы его вообще. Я вот через Луиси Кей выражаю свои мысли иногда. А то, что пока не могу себе позволить, в отличие от него. Да, навязывать мысли, навязывать свою точку зрения, говорить там, где тебя не спрашивают, влезать в чужие дела, в чужую жизнь, в чужой навигатор, в чужую... Понятно, что все это ты, все это твое. Но такова игра. Здесь ты не будешь живым жить, пока не примешь это правило. В этом мире, где все это я, ты это ты, а я это я. А я это вя. Поэтому вот так оно, такие правила. И бегать здесь, и говорить, о, я стена, я дом, я дерево, я ты, мы, я ты, я ты, я же с собой разговариваю. Ты, это же я, я это ты. Вот это надо прекратить. Это шиза. Это понятно, это должно быть понятно. Но говорить о том, что ты же сейчас бред несешь. Это же не по-настоящему, это же не серьезно, правильно. Играйте в то, что это серьезно. Вы понимаете, что это серьезно. Ну, играйте в это, делайте вид. Но не затрачивайтесь эмоционально так, что вас прям, вас бесит тот, с кем вы разговариваете. Это серьезность, этот спор, если вы хотите спорить, он должен вам доставлять радость взаимодействия, а не вырабатывать ненависть к тому, с кем вы говорите. Это затык. Это то, что еще раз говорю, должно быть в детстве, отработано, как просто тренажер. И все. И сейчас игра. А игра в принятие. Если вы понимаете, что человек не готов в такую игру вступить, не надо, я еще раз говорю, спорить с кем-то. Вот ваша целостность и есть приглашение к вашему миру, к принятию вашей точки зрения, если хотите, принятию ваших концепций, идей. будьте таким, ну, как Илон Маск, да, ему не надо никому ничего доказывать, люди к нему тянутся. Но можно быть и не только вот, как бы, из мира технологий всяких там, можно быть и художником, и философом, и мастером какого-то своего дела, или просто человеком, с которым просто вот, вот, находиться рядом настолько хорошо, что с ним какой-то покой и радость. А почему это происходит? Потому что он ничего не транслирует, никаких ограничений, никакими мыслями своими он не стремится управлять, контролировать. Вот такие люди вызывают опасность, желание всего контроля какого-то. Попадая в поле такого человека, вы как будто попадаете в тюрьму. Вот и все. Будьте, отпустите этот контроль, перестаньте с чем-то бороться, отпустите вот эти все ваши желания, которые вас тащат чего-то добиться, чего-то преодолеть и с кем-то покончить. И все, и вот это будет свобода, это то, что вам нужно. Не надо бороться со своим, со своей несвободой. Позвольте ей быть, это и есть свобода. И вот сразу возникнут те, кому не надо будет, будет доказывать свою точку зрения, доказывать себя, демонстрировать себя. Пока посмотрите, какой я хороший, вот так, ким меня. Почему он меня не любит? Я все делаю для того, чтобы он меня полюбил, а он не любит меня. Вот ничего не делай, потому что ты делаешь и вот и создаешь эту тюрьму, которую он рядом с тобой ощущает. ты сам предлагаешь оставить игру, после этого люди могут застрять в утопии. Ну вот видишь, что ты делаешь? Вот, вот это и есть та тюрьма, рядом с которым человек, который ты тюрьму создаешь. Как можно с тобой вообще общаться, что ты какие-то страхи сразу свои. Люди могут ну пусти эту вот хуйню, залетевшую кучу говна в виде какой-то твоей идеи, концепции или твоего страха, которая нахуй никому не нужна вот так сидеть и с тобой надрачивать какое-то какие-то переживания, блядь. Люди застрянут в утопии, в утопии, что ты наобхватался какой-то фуфуф фуфила какого-то и пытаешься показать какой-то что-то блядь умный. Вот это и есть тюрьма, людей. Вот это свое ум не чиние, блядь. Ну, если ты нас придумал и ждешь от нас вопросов, значит, для чего то, что, для чего то, ну, для чего то, что, интересно, что получится, для чего, откуда я знаю для чего, в этом, про это я и говорю. Ты же что-то делаешь и смотришь что получилось. Толкнул бильярдные шары, они полетели, ты сможешь, попадет ли какой-то в лунку или что-то еще получится. Ну, такая жизнь, ну, я не, 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 мне нет правил, нет у нее тех лунок, в которые должны залететь эти шары. Оно может быть, а может и не быть. Настя, ты? Так что так, оно все непредсказуемое, вот для этого и делаем что-то, чтобы посмотреть, а что получится из этого, мы же не знаем, оно просто происходит, импульс, вот я вот рассказал об этом, вышел в эфир, и мы об этом поговорили, а зачем, я не знаю, посмотрим. и когда оно произойдет, я скажу, о, вот для этого, но уже для этого ничего не надо будет делать. Все, ребятки, спасибо, пока.